Если это касается, например, вилл и офиселей, то практически процедура одна и та же. Единственное, где есть колоссальное различие, это в типе недвижимости апаты. В основном это проекты под котлован, когда то есть только земля и происходит жеребьевка. Вот там есть условия, что можно иметь для того, чтобы в проекты как попадать. Можно иметь обязательно, обычно два года нужно, чтобы выплаты вносили. Покупка таких типов недвижимости, она должна быть немножко как бы стратегией. Первая категория Ильсуни, южнокорейцы, проживающие в этом регионе, например, продается в Сеуле. Соответственно, это должен быть тот человек, который проживает не менее двух лет в Сеуле. И в Ильсуни попадают все, кто не проживает в Сеуле и иностранцы. Если вы, получается, иностранец, который проживает в Сеуле, вы все равно будете попадать во вторую категорию. Но есть объекты, которые, например, не проданы. Бывают, которые большой ажиотаж, тогда идет очень жесткая жеребьевка. Там, как бы, у кого больше баллов, там, например, у кого больше членов семьи, очень много факторов. И у кого больше, получается, этих баллов, тот выигрывает. Но если, например, как сейчас, ситуация на рынке такая достаточно спокойная и мало спроса среди обычного южнокорейского населения, то, конечно же, очередь может дойти и до иностранцев. То есть нераспроданные квартиры могут перейти к иностранцам.